Город Лайф и мы продолжаем. И сейчас у нас в гостях глава администрации Гурьевского городского округа Сергей Сергеевич Подольский. Сергей Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер Александра. Расскажите, чем сейчас живет Гурьевск? Давайте, для тех, кто не в курсе, последние новости какие-то у вас, может быть, творятся. Ну, Гурьевск живет, как и все другие российские города и города Калининградской области, полнокровной жизнью. Мало того, наверное, знает, что наш муниципалитет входит во всевозможные рейтинги, которые мы придумаем, во всем нужном портале, домофон, рой и прочее. И мы занимаем там лидирующие места. Это очень приятно. Так вот Гурьевск живет тем, что... Но сегодня он живет в День Знаний. Я, кстати, поздравляю всех наших учеников, родителей, дедушек и бабушек с 1 сентября. Традиционно, да, немножко в усеченном режиме, но таковы реалии сегодняшнего дня. Поэтому мы открыли наши школы, провели линейки. У нас 15 зданий школ, 12 юридических адресов, чтобы было понятно. И Гурьевск... Ну что же, вот только вчера приехал с командировки. Атон Андреевич Альханов нас посылал. Мы ездили замы по ЖКХ и строительству. У нас еще будет, надеемся, сегодня прошел конкурс, пока итоги еще не подвели. Еще один будет парк, который мы готовили. Будет такой очень большой тематический парк. То есть мы продолжаем линию на созидание и улучшение комфортной городской среды в нашем муниципалитете. Дороги, школы, детские садики, стройка. Пытаемся, не пытаемся, у нас и получается. Может быть, не все. Как бы хотелось бы улучшить жизнь наших граждан и гостей нашего муниципалитета так, чтобы всем очень комфортно жилось и нравилось. То есть подтвердить статус тех рейтингов, в которых мы участвуем. Но горожане-то помогают вам как-то, участвуют, высказывают свое мнение. Вы знаете, я хотел бы сказать, наверное, огромное большое спасибо нашим жителям. Я сегодня говорил на линейках, при первоклассниках и одиннадцатиклассниках, что если бы не наше население такое активное и довольно-таки, знаете, интеллигентное в плане и соучаствует, то у нас бы, наверное, ничего не получилось. То есть с горожанами, мы вместе, не только горожане, у нас город Гульск, это одно, у нас целый муниципалитет, у нас 147 поселков, 80 тысяч жителей, и мы прогрессируем очень-очень-очень. И к нам едут, и переезжают, к нам жить, это Магадан, Мурманск, Новосибирск, Алтайский край, Кемерово, Дальний Восток, Сахалин, то есть география страны СНГ. Да, и мы вместе строим наш благополучный город. Я говорю, не все может получаться, как бы нам хотелось, но тем не менее. И большое спасибо за то, что они принимают активное участие в жизни нашего муниципалитета. Ну, парк, который у вас сейчас обсуждают, я думаю, что все, 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 вся Калининградская область, а чем еще вы планируете удивить калининградцев? Какие-то, может быть, проекты, которые на этот год, на следующий год? Ну, давайте про этот парк немножко расскажу. Все и так его знают. Мы победили во всероссийском конкурсе, именно такая есть программа, комфортная городская среда. И такой парк, чем он уникален? Он единственный в стране, его нету в стране, и территория парка позволяет, мы сделали согласно проекту все, что могли сделали. Сейчас вот, я извиняюсь, что парк закрыт, но по согласованию с правительством Калининградской области, с Антоном Андреевичем Ильихановым, мы делаем такую ноу-хау, делается мост через парк, то есть это, во-первых, будет удобно для жителей, которые будут транзитно через парк проходить, в парк не заходя. То есть парк на ночь будет закрываться, закрывается, и будет сделана велодорожка, сертифицированная по всем правилам, с города Калининграда, порядка 15 километров в одном направлении. Через этот мост мы заедем, оставили, который сейчас, из-за которого сейчас парк немножко закрыт, оставили велосипеды, погуляли в парке, и уехали, мы можем вернуться обратно в город Калининград. И где-то к концу сентября парк уже будет открыт, может быть, даже чуть-чуть раньше. Так вот, я про этот уникальный парк рассказал, парк чувств, и он, знаете, даже мы сами не ожидали такой эффект. Я вот говорил Антону Андреевичу Ильиханову, губернатору, то есть что население настолько его полюбило, то есть я сам там часто захожу, гуляю, посмотреть даже. Столько желающих, там, дети пожилые, и он с самого раннего утра, как открывается до поднего вечера, наполнен нашими жителями, гостями нашего муниципалитета. Так вот, я уже говорил, еще раз поанонсирую, что мы вчера приехали, были в Министерство ЖКХ и Строительства Российской Федерации, и, ну, как бы, докладывали о нашем новом парке, конкурс, который состоялся именно сегодня, то есть всероссийский конкурс, и мы надеемся, это будет парк называться «Вдохновение». То есть мы собираем ряд парков, и они будут каждый тематически поддерживать друг друга. И, во-первых, там можно пройти пешком, проехать на велосипеде, и парк «Вдохновение», это, знаете, мы здесь на западе нашей страны, там будет собрана как раз именно русская культура. То есть его надо, знаете, посмотреть, наверное, видеоролик, если желающие-то будут, пока мы его не анонсируем особо, только для конкурсной комиссии. Там можно будет поучиться танцевать, допустим, вечер поэзии у Высоцкого, допустим, день рождения, в этом парке могут приехать гости нашего города, наши жители, и, знаете, на шикарном крайнем все это будет демонстрироваться. Они могут читать стихи и петь песни. Кто-то хочет потанцевать, пожалуйста, тут же вам педагоги, которые это поддерживают. Изобразительное искусство, вот там мольберт, вы можете рисовать так же. Будет стена, которую можно разрисовывать, граффити писать, пишите, приходите, не надо там на забор где-то на зданиях. Ну, будет звучать, такие будут вырезаны большие барельефы, наверное, наших известных, узнаваемых писателей, там Тургенев, Пушкин, проходя мимо под этой аркой, ты будешь слышать там произведения этих наших поэтов. То есть, знаете, там долго рассказывать, там будет присутствовать и торговля, ну, то есть, там, такие тематические, такой, в старом, таком... Русском стиле, таком истинно русском, да? Да, также будут наши диаспоры, которые присутствуют на территории нашего региона, нашего муниципалитета. Это, ну, так сказать, парк дружбы, вдохновения и общения всего нашего населения, муниципалитета и наших гостей, нашего... То есть, можно сказать, что это такой западный конкурент московского зарядья, наверное, да, мы сейчас готовим? Ну, да, зарядье, может, трудно будет, хотя, знаете, я думаю, Собяне нас не слышат, да. Сейчас зарядье сильно не вдохновило на те цифры, которые там есть, но не вдохновило. То есть, будет лучше, явно. Которые мы делаем, да, они будут душевнее, они будут домашнее, они будут такие, знаете, сердечные. Ну, уже заинтриговали, так скажем. Ну, как вы уже сказали, Сергей Сергеевич, ранее, что много очень людей к вам стекаются со всей России, но при этом мы понимаем, что пандемия, она ударяет по бюджету, прежде всего. И при этом, вот есть ли у вас, строится ли какое-то жилье эконом-класса, может быть, для приезжих и для местных? Ну, очень активно строится жилье, в том числе эконом-класс, у нас разное есть жилье, так как мы, ну, получается, такой спальный район города Калининграда, и, ну, допустим, поселок Новая Голубя, все его прекрасно знают, где он очень активно развивается, и очень много построено. Именно туда едут как раз все, кто переезжает, особенно молодые семьи, они там и селятся. Почему? Очень бюджетно, достойно, недалеко от города, хорошая природа, хорошие условия, там и детские садики, и стадионы, и магазины, то есть такой, знаете, жилой микрорайон, вот я говорю про Новую Голубю, и цена примерно 40-41 тысяча за метр квадратный, то есть довольно-таки уютно, хорошо. Вот так же, там же рядом строятся янтарные соты, это, ну, знаете, даже не думали, мы говорили, говорим, собственники, кто это все строит, они говорят, мы сами не ожидали, что будет такой эффект. Ну, даже представьте, вот вы, насколько я знаю, переехали тоже к нам в Сибири. Ну, получается, человек может приобрести себе дом по цене квартиры, однокомнатной, только дом, это с земельным участком, там, как правило, там 3, 4, 5, 6 соток, вы можете поставить тепличку, это можно увидеть, это уже все в натуре есть, это все работает, и цена варьируется от 1 миллион 400 до где-то 4, 500, ну, в зависимости от квадратуры, от площади земельного участка. То есть доступно, в принципе, там порядка 200 домов, они все раскуплены, и, ну, как, знаете, как горячие пирожки улетают на вора. То есть молодая семья, там есть действует всевозможная программа, ипотека и прочее-прочее, молодая семья, приезжая, вот ты получил дом, жилье, участок и комфортные условия. Также рядом здесь еще один комплекс, сейчас там проектируется, строится там вот и бассейн, теннисные корты, ну, то есть класс бы чуть повыше, но и комфортность будет намного получше. То есть в Гуриевском районе он активно строится, это второй муниципалитет после города Калининграда по вводимому жилью в эксплуатацию, поэтому можно выбрать на любой вкус жилье, которое ты желаешь, эконом-класса и класс-премиум и среднего класса. То есть, пожалуйста, и тем более сейчас был некий такой застое, с учетом того, что Калининградская область полюбилась россиянами, не только, вы видели, какой наплыв туристов к нам, я думаю, что строительные отрасли, я думаю, сейчас будет недосчитываться в квадратных метрах, которые бы востребованы были для потребителя. Ну и последний такой вопрос. Вы разрекламировали Гуриевска, и парк там такой будет, наш такой, зарядье, и жилье есть и доступное, и такое более премиум-класса. Но все-таки большинство наших телезрителей звонят нам, интересуются, что будет с дорогой, когда можно будет комфортно, без проблем добираться. Я думаю, тот год будет уже определяющим. То есть, я имею в виду, 21-й год, мы, я думаю, к концу года вокруг за развязку, по крайней мере, вокруг Гуриевска, они все будут сделаны. На настоящий момент, ну, жители Гуриевска и нашего муниципалитета знают, что делается объездная дорога с объездной северного обхода, ну, если проще говоря, где дорога на Зеленоградский или на аэропорт, есть спуск уже к нам, и ведутся активные работы, к концу года они будут выполнены, сделаны. То есть, некая такая объездная дорога города Гуриевска через улицу Строительного, выход на Безымянку, на Калининградское шоссе, в сторону Полеска, либо в сторону, города Калининград обратно. Также, вот, дорога, которая центральная въезд в город Калининград, она областного подчинения, тем не менее, мы знаем, что сейчас проект уже полностью сделан, у меня есть его визуализация, очень красивый проект, и сейчас он проходит экспертизу, вот-вот должен выйти. И, насколько я знаю, там, Антон Андреевич Малиханов и Министерством инфраструктуры принимается решение, возможно, эту дорогу начнут строить уже в этом году, хотя она по плану на 21-й год. Если это случится, то мы очень рано закончим дороги, то есть будет шикарный въезд в четыре полосы до первого светофора в город Гурьевск, плюс заработает обездная дорога города Гурьевска. То есть город Гурьевск развяжется, и будет туда, логистика будет очень-очень удобная. Поэтому надо немножко чуть-чуть потерпеть, и все будет хорошо. Тем более, я сейчас пока ждал нашего прямого эфира, слышал, что как раз говорили про Гагарина, про улицу Гагарина. Мы улицу Шатурску уже сделали для нашей границы, и 10 сентября, если дорога Гагарина будет введена в эксплуатацию, то еще один въезд такой будет комфортный, или такая некая пуповина с городом Калининграда будет сделана, и наши жители могут спокойно, комфортно, подлежать без пробок. То есть, как мы говорим, в Гурьевске район мечты сбываются, немножко чуть подождать, и все будет очень здорово и хорошо. Ну что ж, Сергей Сергеевич, сегодня 1 сентября, это не только день знаний, первый день осени, так вот, вы можете сейчас калининградцев пригласить на презентацию подарка осеннего главного парка, когда его откроют, можете просто пригласить вот наших телезрителей. Ну, Калининградцы, да, спасибо большое, дорогие наши калининградцы, гости, гости нашего города. Да, приезжайте, пожалуйста, к нам в Гурьевский муниципалитет, у нас не только город Гурец, Славин, вы знаете, что у нас есть всевозможные музейные комплексы, ну, мало кто, наверное, знает, но поселок Незовья, это бывшая Вальдава, есть музей Петра Первого, где Петр Первый останавливался, когда он приезжал сюда с великим посольством. И когда мы, сейчас, вот и не сейчас, когда приезжают много гостей, когда мы привозим туда, люди удивляются, что да, здесь Петр Первый был, окажется, да, в Гурьевском муниципалитете, в нынешнем Петр Первый приезжал и был, жил, зажил своим посольством и осваивал науки, которую он потом применял на практике парки, который, парк нашего ассоциативного развития, парк ЧУС, будет открыт к концу сентября, так что уже обновленный с теми ноу-хау, которые мы анонсировали. Но и надеемся, что буквально будет, наверное, в ближайшую неделю подведен итог конкурса, который состоялся сегодня, 1 сентября, и мы надеемся, что мы тоже попадем в число финалистов, всероссийских финалистов по вторительству еще одного парка вдоль улицы Ленина. Парк будет называться «Вдохновение парк», про который я уже рассказал. Поэтому у нас много что есть посмотреть, замки, замковосооружения, музейные комплексы, так что ждем. Будет интересно не только туристам, но и калининградцам. Мало того, вы видите, что мы один из немногих муниципалитетов страны, который попал в Википедию именно под темпом роста населения. Нужно взглянуть своими глазами теперь. Ну что ж, у нас в гостях был глава администрации Гуриевского городского округа Сергей Подольский. Ну а далее эфир продолжит. Новости короткой строкой. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин.